Дорогие гости, добро пожаловать в наш институт. От имени дирекции сотрудников института я рада приветствовать вас в нашем зале. Нам очень приятно, что вы проявляете такой интерес к нашей науке и к этим мероприятиям в рамках фестиваля «Наука на стрелке». И сегодня наше первое мероприятие, поскольку фестиваль называется «Наука на стрелке», начинается именно с науки. То есть сегодня вы услышите доклады, выступления ведущих ученых нашего института. Но прежде чем мы перейдем к этой научной части, я хотела бы предоставить слово Ирине Ирековне-Актугановой, организатору и вдохновителю этой программы «Долголетие по Павлову». Пожалуйста, Ирина Ирековна. Спасибо, Алина Санна. Здравствуйте, друзья. Мы очень рады вас видеть сегодня в институте. Я вам расскажу, собственно, по какому поводу более подробно мы здесь собрались. Дело в том, что институт физиологии имени Павлова, в котором вы находитесь, он инициировал в рамках программы фестиваля «Наука на стрелке» такую дискуссионную платформу, посвященную долголетию. То есть все аспекты долголетия, начиная с каких-то практик, которые помогают, скажем, замедлять старение, и заканчивая разработками ученых, обсуждением разработок ученых и стратегий, которые позволяют радикально продлевать жизнь. То есть мы начинаем с обсуждения и выслушивания докладов о том, что сейчас делают ученые в институте для того, чтобы изучить механизмы старения. А к концу нашей программы, программа завершится в октябре, мы уже будем говорить о том, какие есть у нас перспективы для того, чтобы радикально продлевать жизнь человека. И вот сегодня у нас программа на тему «Стареть или не стареть?», а 6 июля у нас будут дебаты, на которых будут обсуждаться стратегии биохакинга. Что может человек сделать для того, чтобы, скажем, даже откатить свой биологический возраст на несколько пунктов. И дальше у нас уже осенью продлятся эти мероприятия, мы будем приглашать ведущих специалистов в области старения, у нас будет Константин Анохин, у нас будет Рогаев, у нас будут специалисты, которые работают в зарубежных университетах, такие как Гудков. Мы сделаем выставку, которая будет называться «Дорожная карта бессмертия», где мы суммируем все методы и технологии, которые сейчас известны в мире, для того, чтобы бороться со старением. И завершим мы нашу программу в октябре, мы уже дисциплинарная конференция открытая, на которой смогут все присутствовать, где будут обсуждаться различные аспекты радикального продления жизни. То есть такая программа. Сегодня у нас самый первый день, он пройдет таким образом, что у нас будет сначала один доклад, потом будет перерыв, и вы сможете выйти в фойе и познакомиться с продукцией Окситеры. Затем будет второй доклад, и затем вы можете продолжить фойе. Собственно, вот эта продукция Окситеры, это специальная технология разработки института. Я расскажу немножко об этом подробнее уже. Янустанна расскажет. Все, я сделала такое введение, спасибо за внимание, и я передаю слово нашим ученым замечательным. Спасибо, Ирина Рековна. Я со своей стороны хочу вас поблагодарить за вашу энергию, за ваш энтузиазм, который вдохновляет наших ученых на то, чтобы они все-таки хотели рассказывать широкой аудитории о своих исследованиях, потому что, как правило, ученые этого не любят, и им это очень тяжело. И вот первый наш лектор как раз — это ведущий научный сотрудник института, который никогда не выступал на таких мероприятиях, исключительно только на научных мероприятиях, поэтому она очень волнуется, и я прошу вас быть снисходительными и поддержать ее. Если что-то непонятно, мы с вами после доклада все обсудим, все термины, и вы не стесняетесь задавать вопросы. Суть этого доклада в том, что если беременная женщина во время беременности подвергается стрессам или другим негативным воздействиям, то ее дети подвержены преждевременному старению. Екатерина Иосифовна изучает как раз в экспериментах на животных, на лабораторных крысах механизмы, которые приводят к этому преждевременному старению потомства. Пожалуйста, Екатерина Иосифовна Телькова, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга. Пожалуйста. Я попробую проанализировать изучаемые нами механизмы на молекулярно-клеточном уровне, которые лежат в основе возможного преждевременного старения. Старение по Павлову. Надо сказать, что в принципе старение характерно для всех наших органов и тканей, но Иван Петрович Павлов говорил о том, что старость – это результат нарушения высшей нервной деятельности. Нарушение со стороны ЦНС, центральной нервной системы, приводит к изменениям во всех органах и системах организма. На рисунке ниже отражен весь период нашего антогенеза. Антогенез – это течение нашей жизни. Это ранний антогенез, после рождения ребенок, пубертатный период подростковый, взрослый и постепенное старение. Старение мозга начинается у всех по-разному. Но замечено, что в период с 60 до 75 лет масса мозга, особенно коры больших полушарий и коры мозжечка, теряет от 4 до 6%. Это те структуры, которые отвечают за наше восприятие, обучение, память и нормальные двигательные функции. И, соответственно, еще одной структурной компонентом мозга, который также подвержен старению, и патология во время каких-то воздействий, является гиппокамп. То есть тоже структура, отвечающая за обучение и память. Надо сказать, что при старении в большей степени страдают структуры мозга именно коры, гиппокампы, то есть новые, филогенетические, более поздние образования. И в меньшей степени страдают стволовые структуры мозга. Но я потом еще вернусь к этой картинке. И надо сказать, что при нормальном образе жизни, при поддержании мозговой активности в течение жизни, особенно во второй половине ее, мы можем прожить достаточно долго, не старея, поддерживая мозговую активность, развиваясь, непрерывно развиваясь в течение жизни. Но какие-то воздействия, внешние или внутренние, то есть болезни, могут привести к каким-то сбоям в работе наших органов и тканей, которые регулируются центральной нервной системой. И происходят какие-то сбои в межклеточной передаче мозга, в метаболизме клеток, и которые могут восстанавливаться в течение дальнейшей жизни или не восстанавливаться и спуская нас на ступеньку вниз при нашем взрослении и старении. Одним из таких воздействий, которое достаточно патогенно, является гипоксия, то есть кислородное голодание организма, которое может возникать и при каких-то дыхательных заболеваниях, заболеваниях легочных, дыхательных путей. И особенно опасны эфемические повреждения, когда мы, это бывает не только в мозгу, но и в других тканях, когда нарушается кровоснабжение, нарушается доставка кислорода к органам, и возникают эфемические повреждения. И такие состояния могут, особенно в мозге, привести к нейрондогениативным болезням, энцефалопатии, соответственно, болезни альгемия и Паркинсона, и стимулировать их. Особенно опасным периодом, на этой картинке, которой я вернусь, вот здесь не хватает одного звена, который находится вот здесь. То есть это звено, которое относится к нашему пренатальному антогенезу. То есть это период до рождения, то есть тогда, когда мы находимся еще в утробе материи. И вот любые воздействия в этот период, они являются наиболее пагубными и, как правило, сохраняются в течение очень длительного времени. В 2004 году, ну, как бы теория эта развивалась давно, но ее окончательно сформулировал Беккер, который говорил о том, что корни болезней взрослых лежат в эмбриональном развитии. И такие неблагоприятные воздействия среды во время пренатального антогенеза, то есть когда формируются наши органы, организмы, когда происходит энергенез, то есть формируются мозговые структуры. И вот в этот период, который мы будем называть критическими периодами, потому что любое воздействие, независимо от его силы, оно наиболее пагубно в тот период, когда формируются определенные органы организма. И такие воздействия могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболическим заболеваниям, то есть обмена веществ, и, соответственно, нейропсихологическим заболеваниям. Эти воздействия могут быть самые разные. Вообще, вот эта теория началась с анализа стран, где были отмечены голод, то есть это питание, то есть питание матери, когда это был массовый голод, который потом приводил к нарушениям развития детей и взрослых. Это стресс, это воспалительные заболевания, инфекции, токсины, причем токсины – это может быть и алкоголь, и никотин, то есть то, к чему мы, в принципе, привыкли, и не воспринимаем их как токсины. И гипоксия, то есть гипоксия плода. Это очень частое. И вот эти заболевания могут привести к сбору системы и привести к раннему старению. Гипоксия плода – это очень распространенное явление в нашей жизни, к сожалению. Причем мы иногда просто не отдаем себе в этом отчета, потому что это могут быть и вредные привычки матери. Заболевания беременной женщины, нарушение плода плацентарного потока, то есть взаимодействие плацента плод, собственно, заболевания плода и неблагоприятное воздействие окружающей среды. Пренатальная гипоксия – она же стресс-матери. А стресс-матери – это выброс стресс-гормонов, которые, в свою очередь, могут непосредственно влиять на плод, могут влиять на структуру и функцию плаценты, соответственно, нарушая плода плацентарный поток. Они могут, соответственно, влиять на развитие мозговых структур. И если эти воздействия приходятся на шестую-одиннадцатую неделю беременности, то у нас наблюдается у плода задержка в развитии головного мозга, нарушение сосудистой системы мозга и замедление создания гематоэнцефалического барьера, то есть барьера между кровью и мозгом. Если же такие воздействия приходятся на конец беременности, то это, как правило, перевентрикулярная энцефалопатия, то есть болезни, связанные с мерилинизацией. Это если первое начало беременности, это скорее приведет к болезни типа Альцгеймера, то здесь это уже, скорее всего, аутизм. Это то, что касается, собственно, развития плода. Но, соответственно, вот такие воздействия, они приводят и к нарушениям физического развития ребенка, его эмоционального состояния, развития когнитивных функций, то есть поведенческих и способностей к обучению. И с возрастом они могут перерасти в психические и энеродегенеративные заболевания. Я уже говорила, что основное – это не сила воздействия, а то, когда оно применяется. И для того, чтобы изучать вот эти последствия и изучить их не просто на поведении, но сколько мы можем проследить развитие ребенка. Ну, год-два в поликлинике у нас меняются врачи. Ну, 10 лет. А в дальнейшем, если даже в анамнезе будет написано, что у него была гипоксия, к взрослой поликлинике уже все об этом забудут. И для того, чтобы изучать не просто последствия, а те механизмы нарушения, которые происходят в нашем мозге, необходимы опыты на животных. И таким подопытным животным для нас является крыса. Соответственно, была создана такая таблица, которая сопоставляет с руки беременности крысы, то есть закладки у нее мозговых структур, по отношению к беременности человека. То есть если у нас беременность крысы длится 21-22 дня, мы выбираем именно те дни для воздействия на беременную, когда у нас созревает гиппокамп и новая кора, то есть структура, ответственная за восприятие и память, за обучение. И таким образом у нас соотносятся вот эти периоды, то есть 6-11 неделя беременности человека, это 14-16-17 сутки развития беременности у крысы. И целью наших исследований было изучить комплекс физиологических реакций, эпигенетических и молекулярно-клеточных нарушений, нарушений, которые индуцируются воздействием тяжелой гиппобарической гиппоксии. Мы выбрали для наших экспериментов модель именно гиппобарической гиппоксии. То есть мы крыс поднимаем, поднимаем это как бы в кавычках, в БА-камере, то есть создаем им там атмосферное давление, которое соответствует 10-11 километрам подъема в горы. У нас достаточно тяжелое воздействие. Дело в том, что для того, чтобы модель была адекватной к человеческой, конечно, человек у нас не воспринимает таких воздействий, они просто для него уже непереносимы, но крыса, она же более живучая. И чтобы получить на крысе последствия, которые будут похожи на то, что мы видим на человеке, то есть гиперактивность, отставание в развитии, нарушение памяти и способности к обучению, мы должны дать ей большее воздействие. Вот пробным путем мы отобрали вот такое воздействие, оно легко дозируется, оно наблюдается. Надо сказать, что взрослые крысы и самцы такое воздействие переживают не все, то есть 50%. Самки, тем более беременные, выживают практически все. Что интересно. Значит, мы даем три сеанса гипоксии на 14, 15, 16 сутки, по три часа, ну, через сутки. И потом крысы у нас живут дальше, они рожают, и мы отслеживаем их потомство, начиная с первых дней жизни и до старости. То есть вот когда-то мы начинали только смотреть двухнедельных и трехмесячных, трехмесячные тоже вполне взрослые крысы, полувозрелые. Потом мы оставили их, и филиппы, следить до старости. И оказалось, что уже к полутора годам вот наши крысы, обычные белые крысы, лабораторные, они живут два с половиной, три года. Два года – это считается уже старой крысой. Потом они вот как бы доживают. Вот наши крысы к полутора годам, экспериментальные, стали умирать. И нам пришлось, в общем, прекратить эксперимент и смотреть наши поведенческие реакции, молекулярно-клеточные, вот на полуторагодовалых крысах. Поэтому вот у нас полтора года, с одной стороны, для здоровой крысы это еще не старость, но для нашей крысы это уже старость. И значит, соответственно, на двухнедельных, односуточных, трехмесячных и восемнадцатимесячных мы тестировали поведение, способность к обучению и различные биохимические процессы с помощью большой батареи методов. У нас в лаборатории, вот руководима Елены Александровны, налажены иммуногистохимические методы, Western Blood анализ, ПЦР анализ в реальном времени и иммуноферментный анализ. То есть у нас как бы вот в нашем арсенале большое количество методов и наши молодые сотрудники ими замечательно владеют. Что мы получили вот изначально на выходе у просто избраками? Значит, в двухнедельном возрасте вообще изначально крысы отставали в развитии. Они были меньше у веса при рождении, была меньше масса мозга, и меньше, дольше происходило переход как бы в другую часть антогенеза, то есть они дольше были слепыми, дольше выделялись раковины, появление шерсти, пальцев. Ну вот это то, что говорит о нормальном соматическом развитии. Также точно с отставанием было сенсомоторной характеристикой. Ну вот есть различные тесты, это избегание наклонной плоскости, избегание крайней плоскости, то вот эти крысята, они как бы ну отставали в этих тестах. То есть, ну, независимо от того, когда применялась гипоксия, мы тогда просматривали, это самое начало нашей работы, еще 20 лет назад, мы просматривали разные возрасты применения гипоксии. И независимо от того, когда применялась гипоксия, вот эти такие отставания наблюдались у всех экспериментальных животных. Только потом мы пришли к выводу, что дальнейшее у взрослых наиболее критичным является все-таки период 14-16 суток. У взрослых крыс мы тестируем поведение. Вот есть совершенно такие установки, с одной стороны простые, а с другой стороны, в общем, достаточно информативные. То есть, это вот открытое поле, это такая площадка с бортиком, равномерно освещенная, куда помещается животное, и мы просто тестируем ее поведение там. Причем тестируем в течение двух дней. Пять минут сегодня, пять минут завтра. И смотрим. Значит, здесь мы можем проследить исследовательское поведение, то есть, как она будет там себя вести, как она будет все исследовать, и на следующий день мы посмотрим, насколько она уже знакома с этой обстановкой. И здесь можно оценить тревожность. То есть, сколько раз она выйдет в центр площадки, насколько быстро она будет пересекать размеченные квадраты, сколько раз она будет у бортика вставать, чесаться, то есть груминг. То есть, все вот эти показатели, они говорят о состоянии тревожности. И второй тест, вот тоже достаточно простой, это приподнятый крестообразный лабиринь. То есть, в высоте метра от пола находится вот такой крест. Вот здесь просто не очень видно. Рукава, вот это закрытые, такие они огорожены высокой стенкой, и открытые рукава. И потому как, естественно, крысье в естественных условиях удобно прятаться в закрытой норке, оно тоже освещено достаточно сверху, и потому как она будет выходить в открытые рукава, опять же вставать, двигаться, проходить через центр. Мы тоже можем судить о состоянии тревожности и научении. Ну вот просто столбики, которые просто показывают, не вдаваясь. Черное – это эксперимент, белое – это контроль. И вот, скажем, первый столбик, который говорит о центральной активности. Вот видите, контроль, если в первый день они как-то не очень выходили в центр, то второй у них уже не страшно, и мы выходим в центр. То вот гипартические крысы, для них это осталось на том же уровне. То есть они ничему не научились, и это их ничему не научило. И, соответственно, разница с контролем. Вот эта активность как бы пересечения квадратов, двигательная активность, то же самое. Вот она ниже контроля. Вот вторая группа столбиков, это уже 18 месяцев. И мы видим, что в принципе контрольным крысам в общем все то же самое. А старым крысам они все так же продолжаются быть ниже контроля и практически не обучаться. И в то же время повышенный груминг – это говорит о их повышенной тревожности. Это приподнятый крестообразный лабиринт. Мы здесь по отношению к трехмесячному контролю. КАТ-3 – это контроль трехмесячный, 18 – это полуторагодовалый и пренатально-гипартический – 18. То есть в открытых рукавах старые крысы ведут себя более безбасно, скажем так. Они легко выходят в открытые рукава, им в общем все уже все равно. А крысы старые, они отличаются от них. То же самое и по свешиванию. Причем надо сказать, что когда мы протестировали действительно старых крыс двух с половиной годовалых, контрольных, мы просто свои у нас так не доросли, был интересный эффект. Старые крысы за пять минут тестирования прошли больше квадратов, чем контрольные. Мы очень удивились, но и стали отмечать поминутно. То есть получается, что если контрольные трехмесячные крысы, они там минуту-две походили, а потом уже успокоились и начали что-то обнюхиваться, чесаться, умываться, то вот старые крысы, они как ходили, так и ходили. Мы говорим про старых людей, ходят и ходят, ходят и ходят. Вот у них как-то вот такая тенденция образовалась. Что касается обучения, то вот для пространственного обучения есть такая очень хорошая установка, называется она «Лабиринт Моррисон». То есть это большой бассейн, двухметровый, с забелённой водой, то есть вода непрозрачная, где в каком-то месте стоит небольшая, буквально 15 на 15 платформа, которая скрыта под водой. Но она где-то в сантиметре в двух под водой. Помещается туда крыса, она там плавает и должна найти эту платформу. Если она в течение минуты-двух не находит, мы её туда сажаем. Через некоторое время сажаем снова и смотрим, как она её находит. И здесь отмечается, во-первых, скорость её передвижения по бассейну, тариктория движения, то есть как она её находит. И в результате уже состоявшегося обучения мы иногда меняем место положения платформы. И тогда просто смотрим, сколько крыса находилось в том подателе, где платформа была, и сколько времени проходит до того, как она сообразится, надо её искать в другом месте. Тоже оказался достаточно интересным тест. И оказалось, что просто взрослые крысы, вот если красная кривая идёт, от каждого дня синяя, это контроль, она обучается, то есть время нахождения платформы с каждым днём всё меньше, то вот красная кривая, они тоже обучаются, но обучаются хуже. И вот если синяя, это те же самые крысы, которые больше чем через год снова были помещены в бассейн, то есть 18 месяцев, то есть через 15 месяцев, то видно, что вот синяя кривая, у них уже стратегия поведения была другая, то есть они уже помнили о том, что было больше года назад. То, чего, в принципе, нет у крыс, которые подвигались при натальной гипоксии. Мы переходим к так называемым молекулярно-клеточным основам того, что у нас происходит в мозгу. Для начала нам надо было убедиться, потому что с одной стороны мы подвергаем крыс гипоксии, а с другой стороны гипоксия – это тоже стресс. А что такое стресс? Стресс – это выброс глюкокротикоидных гормонов, для человека это кортизол, для крыс это кортикостерон, которые будут участвовать в регуляции их дальнейшего поведения и которые активируют свои рецепты, которые тоже являются как бы транскрипционными факторами, то есть факторами, которые регулируют ответ генов на синтез белков, про- или антиадаптивных, которые будут помогать организму бороться с этим воздействием. Таким образом, у нас был вопрос, а являются ли наши крысы действительно в гипоксии или они достаточно защищены организмом матери от гипоксии, и это только стрессорная реакция. Есть так называемые гипоксии индуцибельные факторы, которые выделяются в тканях в ответ на недостаток кислорода, то есть на гипоксию. Он есть у нас некий базальный уровень, который будет регулировать пролиферацию клеток, выживаемость клеток, то есть способность их к адаптации. А на кислородное голодание экспрессия HIV-1-альфа, гипоксия индуцибельный фактор, она может активировать до 60 различных генов, которые будут отвечать за синтез белков, которые будут отвечать за усиление ангиогенеза, эритропореза, то есть доставки кислорода к тканям, которые в данном контексте нуждаются в повышенном содержании кислорода, то есть компенсировать его. Так вот, мы посмотрели уровень гипоксии индуцибельного фактора у новороденных, то есть односуточных крысят в мозгу, и оказалось, что он достаточно выше, и, собственно, HIV-1-альфа выше, и микро-РНК-агены, которые отвечают за его индукцию, тоже выше, чем в контрольном уровне. С течением времени у нас уровень гипоксии индуцибельного фактора снижается. В двухнедельном возрасте она уже ниже контроля, у трехмесячных она повыше, ну, это как бы здесь недостоверно, а в 18 месяцев уровень гипоксии индуцибельного фактора в мозге экспериментальных животных был гораздо выше, чем у контроля. То есть в данном случае уже появляется функция HIV-1-альфа как функция поддержания адаптивных возможностей клеток мозга. И в данном случае вот она, конечно, нарушена. И вот это увеличение количества активности HIV-1-альфа в незрелых присутствиях нейронов гиппокампа посредством вовлечения в дальнейшем мы поговорим эпигенетических модификаций в мозге. Мозг пособствует стабильному изменению восприятия генов энергетического бетаболизма мозга. И тем самым нарушает функциональную активность нейронных клеток в дальнейшей нашей жизни. Вот мы говорим о том, что у нас два фактора. Это гипоксия, и мы убеждаемся, что да, она есть. С другой стороны, это стресс. А стресс – это гипоталамогипофазарно-адренокортикальная система, ключевым моментом которой является выделение, это связь на кортесах, гиппокампа, гипоталамуса, и через надпочечники у нас идет высвобождение кортикостерона у крысы, кортизола, у человека на любое стрессорное воздействие. И мы попытались исследовать, влияет ли наше воздействие гипоксическое на работу гипоталамогипофазарно-адренокортикальной системы. Отклонения в развитии ребенка как раз могут быть следствием не только гипоксии, но и сильных стрессорных воздействий. Мы параллельно, это я просто немножко отвлекусь, мы вводили крысам, модулируя исключительно стрессорное воздействие, то есть мы просто вводили крысам гормон дексаметазон, искусственный гормон, который имитировал наше воздействие, то есть выделение кортикостерона. И мы тоже получили разницу в поведении и в молекулярных механизмах. И они немножко отличались от того, что у нас было про гипоксии, но тоже приводили к разбалансировке работы мозга в течение длительного периода. Что мы видели в наших экспериментах этих крыс? То есть мы протестировали кортикостерон, и через сутки после первого сеанса гипоксии мы видим, что уровень кортикостерона значительно выше, чем у контрольных животных, затем на следующий сеанс он снижался, и в конце беременности он был гораздо ниже контроля. То есть у нас крысы уже рождались с пониженным базальным уровнем кортикостерона в крови. То есть у нас нарушался процесс выделения кортикостерона, что тоже погубно влияет на развитие плода. Потом мы протестировали в начале жизни, то есть на первые сутки у нас низкий уровень, потом он выравнивался, но уже начиная с трех месяцев и в течение всей жизни уровень кортикостерона у этих животных был значительно выше. То есть у нас идет гиперпродукция кортикостерона в течение всей жизни. Кроме того, что мы проследили длительные изменения гормонального уровня, мы проследили у трехмесячных животных циркодиадный ритм. То есть ритм уровня кортикостерона в течение одних суток. То есть мы измеряли каждые два часа. Если кому-то интересно то, как мы это делали методически, я потом расскажу. Но тем не менее, это как бы соединенное по каждому животное. И мы видим, что контрольный циркодиадный ритм по кортикостерону выглядит вот так. То есть у нас сначала в начале дня он пониженный, крысы ночные животные, к вечеру он повышается и снижается к утру. Он совершенно четкий, потому что циркодиадный ритм очень важен, циркодиадный ритм, в нашей жизни, потому что он регулирует очень многие процессы. И в частности, он очень важен в регуляции так называемой г-лимфатической системы мозга. То есть у нас в наших пиальных оболочках мозга нет лимфатических сосудов, нет лимфатических узлов. И, соответственно, очистка организма, то есть очистка от метаболитов, которые выделяются нервными клетками, у нас идет с помощью вот этой г-лимфатической системы. Она регулируется с помощью мелатонина, гормона, который выделяется, и, соответственно, она будет регулироваться посредством уровня кротикостерона. И именно правильные циркодные ритмы ведут к тому, что вот эти процессы идут правильно и вовремя. Почему у нас сон? Потому что в это время идет очистка в общем нервной системы и уводит все то, что мы наработали из жидкости центральной нервной системы в стволовую, в циребро-спинальную жидкость. И дальше выводятся из организма. Мы видим, вот желтая кривая, вот она нарушена. То есть это тоже показатель того, что у нас вот эта система работает неправильно. И она может привести вот к этой разбалансировке в течение всей жизни. И, соответственно, вот все процессы, о которых я говорю, они как раз говорят о том, что мы имеем активность в нашей системе другую. То есть она может привести к ранним заболеваниям. Соответственно, вот выброс такой изменения уровня кортикостерона, соответственно, меняется и туда, и обратно. Уровнем глюкокортикоидных рецепторов в мозге. То есть рецепторов, с одной стороны, которые отвечают на собственный кортикостерон, а с другой стороны, они сами являются транскриптационными факторами. То есть они регулируют, в частности, вот выброс гипоксии индуцибельного фактора. То есть они сами регулируют очень много процессов. И от их активности очень много зависит в мозге. И вот мы видим, что вот этот высокий уровень кортикостерона, он как раз приводит к тому, что у нас или наоборот высокий уровень кортикостерона обусловлен тем, что, собственно, глюкокортикоидных рецепторов в мозгу мало. То есть и они, соответственно, пытаются компенсировать такую нагрузку. И мы видим такой вот гипокамп, вот это иммуногистохимический анализ. Вот так выглядит гипокамп, и глюкокортикоидные рецепторы мы видим, что вот контроль при натальной гипоксии, насколько они разные уже просто на фотографиях, вот на срезах мозга, когда мы красим антителами глюкокортикоидного рецептора. Это область С1 гипокампа, это область зубчатой извилины, и там, и там мы видим определенного рудонарушения. Так, нет, что-то я... А, нет, все правильно. Так, нет, наверное, я пропустила, я, наверное, пропустила слайд, а, нет, все как бы, да, неважно. Значит, и, соответственно, здесь мы просто протестировали, но не буду вдаваться в подробности, это уровень генов, микро-РНК, которые отвечают за, собственно, синтез глюкокортикоидных рецепторов. И тогда небольшое как бы заключение по этой части, что изменения, вызываемые при натальной гипоксии, во-первых, они сохраняются в течение всей жизни, вплоть до старости, в мозге, это экспрессия глюкокортикоидных рецепторов и глюкокортикоидно-рецепторная зависимая трансдукция, которые могут привести к нарушениям глюкокортикоидной обратной связи. Мы тестировали не только мозг, но еще и надпочечники, печень, и везде мы видим как бы нарушения, которые сохраняются пока не имеют до взрослого возраста. То есть мы просто, я не останавливаюсь на этом, мы не везде смотрели эти процессы до старости. Это достаточно трудоемкая работа. Следующий раздел наших исследований, который мы тоже проводили на пожилых крысах, это изучение глютаматологической системы, тестирования разных ее уровней. Надо сказать, что стояние мозга во первую главу как бы связано с нарушением медиатурных систем. В первую очередь, скажем, дофаминовые, нарушения которых будут приводить к паркинсонизму. И основные наши системы это холинергическая и глютаматологическая, нарушения которых могут приводить к болезни Альцгеймера и подобной им и к эпилепсии и так далее. Вот глютаматологическая система, но вот такая картинка это парисинаптическое образование это астраглея, где собственно глютамин переходит в глютамат, идет выброс переход глютамина глютамата из парисинапса у нас в случае необходимости ответа между клетками выходит глютамат и действует на постсинапс. и вот эти процессы они нарушаются на разных уровнях по-разному. Вот если так совсем схематично, то вот скажем рецепторы, которые находятся в постсинаптической мембране, то есть которые воспринимают стимул глютамата, а глютамат является у нас как бы медиатором между двумя клетками, то есть он проводит как бы информационный мостик от одной клетки к другой, то значит происходит активация этого рецептора, который приводит к тому, что у нас мембранные структуры, а именно трифосфоэнеритиды, это мембранные структуры, которые являются вторичными медиаторами, то есть они проводят, происходит гидролиз, образуется частичка инозид-трифосфата, который через цитозоль переходит в эндоплазматический ретикум, через опять же свой рецептор инозид-трифосфатный входит в ядро, в эндоплазматический ретикум, что приводит к выходу кальция. Кальция у нас является универсальным таким реагентом в ответ на различные воздействия. Уровень кальция от поддержания его гомеостаза очень важен для мозга. и наступает такое состояние эксайтотоксичности. И тогда запускается уже процесс вывода кальция из клеток. То есть вот так примерно это очень грубо выглядят процессы, которые проходят в клетке. Для начала мы исследовали активность метаботропных глютаматных рецепторов. И кроме этого мы это делали иммуногистохимическими методами. То есть с одной стороны мы красили клетки, которые красятся метаботропные глютаматные рецепторы, антиселакнием. И параллельно мы провели анализ собственно количества нейронов в структурах мозга, в данном случае гиппокампа. и количество синаптических образований, плотность синапсов. И соответственно это в двухмесячном, в трех и восемнадцатимесячном возрасте. Что касается собственно количества нейронов. Во-первых, мы видим, что у двухнедельных крыс их еще много. В это время еще не закончился так называемый период взрывного роста мозга. Идет усиленная пролиферация и миграция клеток. И еще как бы нестабильна. Но мы уже видим в этом возрасте, что у нас уровень количества нейронов у экспериментальных животных ниже, чем у контрольных. Надо сказать, что у взрослых крыс этой разницы нет. но она возникает в процессах старения. Это говорит о том, что у нас нарушения поведения и способности к обучению не связаны напрямую с так называемой нейродегенерацией, когда идет выпадение нейронов. То есть мы у взрослых этого не видим, хотя мы видим явные нарушения в обучении. Они идут скорее из-за изменения функциональной активности нейронов, их метаболизма. То, чем мы здесь и занимаемся. Соответственно, а вот на фоне того, что у нас нейронов как бы мало, мы видим, что метаболитопных глютаматных рецепторов у нас больше, чем в контроле. То есть идет активация этой системы. Так же, как и плотность синапсов. То есть активность глютаматных метаболитопных глютаматных рецепторов растет. Что происходит при этом с вторичным посредником, то есть инозит-трифосфатом и его рецепторами? Вот здесь я немножко остановлюсь, вернусь на ту работу, которой мы занимались на взрослых крысах. Вам сегодня еще расскажут про гипоксию на взрослых, я надеюсь. Но мы начинали именно с того, что изучали тяжелую гипоксию на взрослых животных, на самцах и в тяжелом режиме и в режиме перекондиционирования. То есть мы создавали модель умеренной гипоксии и если мы предваряли сеанс тяжелой гипобоической гипоксии вот такими умеренными сеансами, наши крысы а. лучше переживали эту гипоксию и б. лучше восстанавливались. То есть процессы восстановления шли гораздо легче. И вот когда мы изучали вот эти процессы глютаматологической сигнальной трансдукции у этих крыс, было обнаружено, что как раз у нас глютамат через метаботропные глютаматные рецепторы первого типа приводит к гидролизу фосфоэназитидов с образованием иназит-тейфосфата. Это так может быть сложно, но вот этот процесс он идет только у молодых животных, у ювенильных до двух недель. А потом этот процесс он как бы остается, но он затихает, он не используется организмом. И вот когда мы делали такое прикондиционирование, оно приводило к тому, что этот механизм снова начинал работать. И какое-то время он был активен. И вот на фоне этого переживания потом тяжелой гипоксии шло гораздо легче. А вот здесь мы убедились в том, что вот этот процесс, вот количество собственно иназит-тейфосфата и активность его рецепторов, заметьте, это уже трехмесячный возраст. Она не только есть у двухнедельных, но и есть в трехмесячном. То есть вот эта система работает с гиперактивацией в течение всей жизни. И такая гиперактивация этих процессов вот как бы все у нас. Она может приводить к тому, что у нас нарушен кальциевый гомеостраз в клетке. То есть он нарушен постоянно. И вот это тоже может приводить с возрастом к развитию нердогенеративных заболеваний, которые не связаны просто с изменением количества нейронов, а связаны именно с изменением функциональной активности клеток. так, но это так. Вот время, сейчас я уже тогда быстренько закончу. Вот такая активация собственно на постсинаптической регуляции, на постсинапсе, она активирована в противовес тому, что у нас собственно глютамата в мозгу у экспериментальных животных гораздо меньше. Ну вот у нас на постсинапсе у нас идет активация, а все процессы, я не буду вдаваться в их подробности, но вот просто видно, что они как раз все заторможены. Именно поэтому у нас идет гиперактивация на постсинаптической мембране. И можно предположить, что причины таких долгосрочных изменений в то глютамат логической, в то глюкокротикоидной системы, она лежит, она как бы регулируется с помощью вот остается так надолго с помощью произошедших в мозгу в ответ на гипоксическое воздействие в принатальном антогенезе эпигенетической регуляции. Это регуляция генома без изменения последовательности гена. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но есть как бы модификации, которые приводят к изменению активности гена. То есть он может включаться и выключаться. И вот именно эти процессы регулируют дальнейшие функции. То есть мы можем переводить хроматин в активное состояние и в пассивное. И вот мы смотрели процессы, которые приводят к модификации, которые активируют хроматин и тормозные. И мы видим, что у этих крыс процессы активации заторможены в течение всей жизни, а тормозные модификации как раз работают. Вот что я хочу сказать. Сейчас мы еще дальше ушли в изучение этих процессов. И я понимаю, что это может быть немножко... Мы изучаем кроме этого и антиоксидантные системы, и многое другое. Это все очень интересно. Но сейчас мы заняты поисками маркеров. Собственно, для чего мы это все делаем? Чтобы понять, что же происходит и что можно корректировать на ранних этапах уже постнатального антогенеза. То есть да, гипоксия прошла, да, ребенок родился, но что же мы можем сделать, чтобы затормозить вот эти процессы. Для того, чтобы это сделать, мы изучаем именно все вот эти механизмы. А для того, чтобы это сделать, кроме того, чтобы понять эти механизмы, нам надо выделить доступные маркеры того, что плод находился в гипоксии. Вот сейчас мы просто ищем вот эти подходы в крови, чтобы это можно было безболезненно тестировать в течение беременности женщины и в раннем периоде уже нашего развития. И мы понимаем, вот сидя здесь с вами, что мы как бы уже ничего не можем изменить в нашем пренатальном периоде нашего развития. И надо просто не забывать, что сегодня для нас с вами есть только две таблетки от старости. это движение и общение. Спасибо. Спасибо, Екатерина Ивановна. Неожиданное для физиолога заключение, я бы сказала, я бы с ним поспорила, но воздержусь. Спасибо, Екатерина Ивановна. Я понимаю, коллеги и друзья и гости, что, конечно, наверное, много сложного было для вас, но мне кажется, что основной take-home месседж достаточно понятен. И второй месседж это то, что мы работаем над тем, чтобы с этим как-то бороться. Сейчас, прежде чем мы сделаем небольшой перерыв, и у вас будет возможность выйти в фойе, подышать, ознакомиться с аппаратом Окситера, я хотела бы сказать следующее. Конечно, в основном широкому сообществу ненаучному в это сложно поверить, но вообще говоря, изначально гипоксия является адаптогенным фактором, то есть фактором, который вызывает целый комплекс благоприятной реакции в организме. И вот именно это изначальное свойство гипоксии, потому что это очень древний процесс, древние механизмы в эволюции, потому что гипоксия действовала на живые организмы еще на стадии одноклеточности, поэтому механизмы адаптации к ней сформировались на уровне каждой клетки организма. и поэтому они эволюционно самые древние и самые надежные. Последние 30 лет наша лаборатория работает над тем, чтобы разработать такие направленные воздействия умеренной гипоксии, которые бы запускали эти все благоприятные реакции в организме. Об этом чуть позже расскажет Дмитрий Германович. Мы работали в барокамерах, как Екатерина Иосифовна рассказала, это гипобарические камеры, в которых создается высотная гипоксия, там есть фактор понижения давления, и мы работали также с гипоксией, которая имитируется вдыханием гипоксических газовых смесей. То есть без использования методик понижения давления можно просто во вдыхаемой смеси снизить и тонко регулировать содержание кислорода. И таким образом имитировать нужные режимы гипоксии. Компания Oxiterra несколько лет назад разработала и создала вот этот чудесный аппарат, который стоит в фойе. Это один из двух аппаратов, которые мы используем в экспериментах. Это на сегодняшний день, могу сказать, лучший аппарат для гипоксических тренировок в мире. Мы активно используем их в научных исследованиях. И сегодня мы хотели бы показать вам так называемые прекондиционирующие режимы. Екатерина Иосифовна уже это слово использовала. То есть умеренные гипоксические воздействия применяются в определенных режимах для того, чтобы повысить устойчивость организма, оказать общий оздоровительный эффект, улучшить состояние, повысить энергетический тонус, повысить устойчивость к стрессам. и общий оздоровительный благоприятный эффект на организм, улучшить качество сна. То есть мы, собственно говоря, эти режимы разработали в работах на крысах и на обезьянах, о чем дальше расскажет Дмитрий Германович в своей лекции. Прибавляя вопросы, я еще хочу сказать, что вот на этом слайде у нас как бы это фотография одного из наших зданий в Колтушах, построенного еще при Ивану Петровичу Павлове. У нас там замечательный музей, у нас там лаборатории, наши обезьяны, поэтому приезжайте туда, наш музей замечательный. Здравствуйте, я хотела бы узнать, сколько животных было в каждой из групп? Вы знаете, я сейчас не могу сказать, но не меньше 6-8, потому что мы повторяем эти эксперименты, особенно то, что касается поведения, мы идем дальше, мы углубляем наши биохимические исследования, но каждый раз отправной точкой является изучение поведения, поэтому поведение у нас набрано на очень большом количестве материала, а для иммуногистохимии, биохимии, это, как правило, 6-8 животных. Единственное, что я могу сказать, это достаточно долгая, кропотливая работа, потому что у нас крысы беременеют, мы их поднимаем, выращиваем, и поэтому мы вообще очень березно относимся к нашему материалу. Роды принимают. да, вот, и поэтому мы стараемся с каждого животного, чтобы его лишних не резать, мы берем как можно больше, мы берем сразу материал и на иммуногистохимию, и на биохимию, и пытаемся вот в каждом образце посмотреть, как только это методически нам позволительно, как можно больше моментов. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, чтобы сохранить себя, не так быстро стареть, нужно двигаться и общаться, вы сказали, а вы можете пояснить, что значит общаться? Мне казалось, что нужно тренировать мозг, решать задачи какие-то математические, буквально, чтобы память не садилась. Это все правильно, но когда вы находитесь один на эфете задачи, это замечательно, да, это мы всем пытаемся этим сделать, там, кроссворды, задачи, чтения, но при общении у нас диалог, у нас, это тоже часть развития мозга. Человек не может без общения. Для нас слуховые, зрительные вот системы работающие очень много значит для мозга. Вербальная наша составляющая. То есть вы ставите это выше? Нет, я не ставлю это выше. я не ставлю это выше, это на самом деле эта фраза не моя, это еще наш Ховенсон Владимир Ханцкелевич, который у нас возглавлял институт геронтологии, говорил такие фразы, хотя при этом сам занимался разработкой различных пептидов коротких для того, чтобы предотвращать быстрое старение. тем не менее мне на вопрос что нужно для того, чтобы не стареть, что самое эффективное, он сказал не пептиды Ховенсона, он сказал, что это ограничение калорий. У каждого в принципе, да, но вот общение оно же предразумевает активность работы мозга, потому что одинокие люди, они даже решают кроссворды, но в общем быстро снигают. Но опять же психоэмоциональное состояние ведь очень важно, поэтому приятное и интересное общение должно быть, конечно, не какое-то негативное, то есть эмоциональный фон ведь очень важен для здоровья. У меня вопрос такой, с возрастом мы меньше же спим, правильно? Нам требуется меньше сна. Кто как? Ну я просто по себе вот сижу. Я тоже. А работа, вот я работаю в школе, например, работы столько много стало, что просто не успеваешь. Как? Что делать? Ну вот скажем, тоже сейчас вот окситэр вам тоже поможет стимуляцией нормализации сна. То-то надо дополнительно. И вообще, как бы опять же, тут вот важно еще, я понимаю, что вы как педагог много стоите, двигаетесь, но активное движение на воздухе, оно идет к нормализации наших процессов. Я понимаю, циркадные ритмы, они, конечно, тоже разбалансируются к старости, но именно вот прогулками, движением мы это тоже можем как-то пытаться нормализовать. И самое главное, действительно, какой-то позитивной жизни своей. Вы много дайте нервной энергии. Можно я продолжу наш педагогический десант, тоже небольшой? Я тоже учительница, и мне интересно было сейчас, я мало понимала, потому что я не учитель биологии, но мне интересно, чтобы вы мне посоветовали, как учительница, которая работает с детьми, поскольку ваш совет, на что обратить внимание? Есть такое, чтобы вы смогли со своим опытом сформулировать пожелание? Вы знаете, дети все разные, и иногда, когда мы на них ругаемся, когда они не гиперактивные, иногда это не зависит от них. Это составляющая, следствие того, как проходили процессы беременности, родов. Это не всегда зависит от ребенка. Надо будет, наверное, терпимым. Конечно, надо приостанавливать. Я понимаю, что это очень сложный процесс, и учителю сложно, когда из класса один-два ребенка выделяются своим поведением. Но призываю быть терпимыми. Спасибо. А есть ли какие-нибудь типовые наследственные заболевания дыхательных путей и легких у подопытных животных? Было как-то выявлено или нет? Как паранхиальная астма? Мы работаем, конечно, на здоровых животных. Но недавно мы просто в воле судеб попробовали изменить программу развития, которая была нарушена эмбриональным воздействием, путем наших тоже умеенных гипоксических воздействий в очень раннем антогенезе. Вот у нас сотрудники, они тут присутствуют в зале, которые работают именно с животными сразу после рождения, вторые сутки. На самом деле, крыса это не зреорождающееся животное, и оно в первые сутки очень похоже на роды досрочные, а как правило недоношенные дети все испытывают гипоксию. И вот такая наша умеренная гипоксия трехкратная на животных смоделировала как это ни парадоксально то, что называется опноя во сне. Остановка дыхания у новорожденных очень часто наблюдается. Кратковременные остановки дыхания потом восстанавливаются и дышат дальше. И вот мы посмотрели, что они тоже приводят к какого-то рода нарушениям длительным. Мы, правда, смотрели сейчас только до взрослого состояния. Но это тоже очень интересно. Наши коллеги с этим очень успешно работают. Спасибо большое. А вот таких дыхательных конкретно мы нет, не делали. Но вот это, получается, модель... У нас все животные здоровы, но вот такая модель это модель опноя, то есть остановки дыхания во сне. Здравствуйте. Можно еще вопрос по частоте эксперимента? Вот смотрите. Берутся изначально должны быть они одинаковые, крысы и матери должны быть одинаковые, или это должны быть даже близнецы. Извините, иначе получается, что та группа, на которой эксперимент проводится, она будет как бы изначально уже плохой, у нее будет наследственность плохая. Так? Да. Ну, во-первых, мы берем... Значит, крысы ожидают 10-12 детенок. То есть у нас уже из одного помета в общем группа экспериментальная набирается. Единственное, что мы стараемся работать потом на взрослых самцах. Ну, просто проще, потому что у самок надо еще отслеживать циклы, которые у крыс достаточно быстро. Поэтому работать с поведением надо только в определенные циклы, и это сложно. Значит, мы оставляем самцов. Мы перемешиваем пометы. Вот мы от двух-трех экспериментальных самок мы пометы перемешиваем. И начиная с месяца, когда мы их забираем у мамы, мы их держим до месяца с мамой, мы потом их перемешиваем, и у нас вот разные группы, они всегда смешанные. Так же и у контроля. То есть мы пытаемся нивелировать вот эту разницу. И они растут в одних и тех же условиях. У нас в институте есть хороший виварий, где у нас разводятся крысы, и не только крысы, и крысы разных линий. Но вот этих животных мы держим у себя в лаборатории, потому что они должны все, и контрольные, и такие. Мы их и подсаживаем одновременно, и потом они у нас рождаются. И живут в совершенно одинаковых условиях. У нас даже клетки перемешаны, просто чтобы они и освещенность, и все это было, они кормятся одинаково, убираются одинаково. То есть мы пытаемся хотя бы вот этим нивелировать их разницу. Крысы гораздо более похожи друг на друга, в отличие от людей. У людей больше индивидуальных особенностей. Дмитрий Емельевич может рассказать и о крысиных индивидуальных особенностях, их поведенческих реакциях. Если я правильно понимаю, картизол это в том числе гормон, отвечающий за реакцию «бей» или «беги». Понятно, почему крысы подвергнутые стрессом должны родить. Вообще говоря, «бей и беги» это адреналин по классике. Адреналин? Кортизол. Дело в том, что если мы говорим о стрессорной реакции по селье, это первое, «бей и беги» это быстрый адреналин выбрасывается, чтобы у вас была быстрая энергия, там побежать и что-то. А кортизол, он за следующую фазу адаптации отвечает. Это гормон, который перестраивает весь метаболизм организма, в том числе и метаболизм глюкозы, для того, чтобы адаптироваться к этому стрессорному воздействию. У него достаточно длительное действие буквально на все клетки организма. А крыса при этом будет хуже обучаться, потому что она как бы замирает или это тоже адреналин? То есть она как бы боится обучаться. Про замирание тут у нас больше, наверное, может, Дмитрий Генович расскажет. Нет, дело в том, что кортизол все-таки он регулирует уровень тревожности и естественно, как бы в стрессорных условиях естественно уровень тревожности повышается. Замирание у крыс реакция это показатель тревожности. Но есть еще другие реакции. У крыс и у человека совершенно противоположное проявление тревожности, потому что у человека тревожные расстройства это наоборот, когда он тревожен, он бегает, он мечется, а вот депрессия это да, тогда вот замирает, сидит, человек не двигается. То есть здесь разница между тревогой и депрессией. на крысах это одно и то же. Это и молекулярные основы этого будут разные. Сколько эта реакция еще потом сохраняется? Одно поколение точно, да? С кортизолом такая, понимаете, вещь, что он должен выброситься и он должен быстренько убраться. То есть эта реакция затормаживается, выключается, и тогда он сделал свое хорошее дело и ушел. Вот если он не ушел, это уже проблемы очень большие. Это тревожно-депрессивные расстройства. И прочее, когда хронически повышен кортизол. И вот у этих животных как раз он хронически повышен. И это в том числе вносит свой вклад в их патологическую картину. К вопросу о поколениях. У нас сейчас вот уже месячные животные, которые родились от второго поколения. То есть от животных, которые были в пренатальной гипоксии до этого. То есть их дети уже. Вот тогда мы приходите через год, мы что-нибудь посмотрим. Хорошо, спасибо. Добрый день. Я хотела спросить про глютаматы, которые известны как пищевая добавка. Насколько это те же глютаматы, которые участвуют в синаптической передаче? И не пытаемся ли мы компенсировать их недостачу употребляя какие-то консервированные продукты? Глютамат, потребляемый спирт, это тот же самый глютамат, это аминокислота, но пока она дойдет из желудка в мозг, она уже трансформируется, то есть в мозг уже входит тоже глютамат, глютамин, но это уже совсем другая история, он будет фильтроваться гематоэнцефалическим барьером, то есть от желудка до мозга путь большой и он очень отфильтровывается. Я бы со своей стороны добавила, что не надо бояться глютамата, я всегда, то есть у нас были с японцами совместные исследования у нашего института, одна лаборатория работала по пищеварению, и они как раз доказали, что от этого глютамата, который добавляется в пищу, одна только польза, поэтому я с тех пор всем говорю, что и метаболизм налаживается, и много-много хороших, благоприятных эффектов, и никаких негативных, поэтому не бойтесь глютамата, добавленного в пищу. Я могу добавить еще в эту пищу глютаматную такой тезис. Дело в том, что глютамат обладает очень приятным мясоподобным вкусом, это вызывает позитивные эмоции у тех, у кого, так сказать, врожденное желание что-нибудь мясное поесть, и это экономически очень выгодно, потому что вы можете добавить эту присадку в совершенно несъедобный какой-нибудь дешевый продукт, и получить хороший эффект, и поставить высокую цену, чем многие фирмы как бы и пользуются. И правильно дело. Поэтому Дмитрий Гернович хотел сказать, что всегда внимательно относитесь к тем продуктам, которые содержат глютамат, насколько они качественные. Видимо, это вот так понимается. Друзья, еще вопросы? Да, я хотела спросить. Вот вы изучали именно гипоксию, вызванную стрессом, вызванную искусственной гипербореей. Изучали вы гипоксию, вызванную вирусами? Нет, вирусами не изучали, люди занимаются этим, потому что, да, все воспалительные процессы, они рано или поздно как бы все равно кончаются гипоксией. Но мы сейчас работаем уже, наверное, второй год. Мы наладили гипоксию не гипербореческую, которая все-таки это действительно сильное стрессорное воздействие. Мы оперируем крыс и делаем гипоксию плаценты. То есть четыре артерии, которые снабжают эфемию плацентов, четыре артерии, которые снабжают плоды кровью, мы не перевязываем, как мы не делаем глобальную эфемию, а мы накручиваем на них спиральки. На самом деле это делают мои молодые коллеги. Вот диаметр спиральки такой 0,21 миллиметра. То есть я их на ладони не очень вижу совсем. Ну вот они нет здесь этой фотографии, они это делают под микроскопом. Это уникальная операция. У нас эти крысы потом рожают, потому что есть модель перевязки односторонней, а у крысы у нее двухроговая матка, они находятся как такие бусинки с двух сторон. То есть если перевязывать только одни артерии, тогда у нас будет эфемия только у одного рога, не будет у второго. Когда они рождаются, это нельзя определить. Вот при нашей модели, такой, ну не нашей, мы взяли ее от японцев, но у нас она пошла, крысы рожают, и вот эта гипоксия немножко отличается от той, которую предъявляем мы. Да, у них есть выделение гипоксии интенсибельного фактора, как у наших младенцев, но циркадиадные ритмы, циркадные ритмы не нарушаются. То есть нет нарушения вот таких глюкокротикоидной системы, как у нашей крысы при гипоксии гипербарической. То есть они будут два достаточно разных механизма, но они тоже приводят патологию. Значит, получается, вирусная гипоксия, она тоже будет коренным образом отличаться от этого. Я почему спросила, потому что сейчас вот в связи с SARS-CoV-2 идет ишемия легких, инфаркт легких, и поэтому очень бы хотелось, чтобы вы как раз таки занялись этим вопросом для тех людей, которые пострадали, чтобы как-то могли выживать. очень кропотливая работа, требующая много времени. У меня тут будет через две недели доклад на конференции, где пытаюсь анализировать как раз разные модели принотальной гипоксии на разных животных, разные модели, токсическая гипоксия, хроническая, воспалительная. Ну, в общем, как бы, да, действительно, это интересно. Ваше исследование изучает просто один из повреждающих факторов, которые вредят долговременности жизни. Но в целом этот цикл лекций как-то озаглавлен очень-таки претенциозно. То есть как бы хотелось получить ответ на то, что такое старость. То ли это просто накопление повреждений, то ли это программа, которая специально дьявольски создана, чтобы убить человека для ускорения, ну, не только человека, для ускорения эволюции. Много таких фундаментально непонятных вещей. То есть как начинаешь задумываться, что же такое старость. То есть ваша деятельность, она абсолютно полезна. То есть результат такой должен быть. Это какая-то рекомендация для ЗОЖ или для медицины. но это не воспринимается как борьба со старостью. Вот когда, например, вы изложите свои результаты, другие учителя здорового образа жизни приведут к тому, что уже никаких повреждающих факторов, типа болезней, травм, износа уже не будет. Ну, не то, что не будет, а их можно более-менее благоразумно избежать. Но человек всё равно умрёт от старости. И как бы не очень понятно, а вот что такое старость? Ну, здесь важно понимать, что есть нормальное старение и патологическое старение. Вот здесь речь шла о патологическом старении. Понимаете? По поводу того, что вы не совсем правильно ожидали от нас сегодня, видимо, того, что мы вам собирались показать. Дело в том, что у нас цикл мероприятий, сегодня мы только начинаем. И поскольку наш институт занимается фундаментальной наукой, мы вам показываем те фрагменты фундаментальной науки, которые имеют отношение к старению или к каким-то превентивным ITH-стратегиям, то, что будет вторая лекция. Это только начало. В тех вопросах тут, это мы не зожники, то есть, ну, это как бы наше уже личное дело, но в целом мы физиологи. Мы не пропагандируем зожные подходы, это не наше дело совершенно, не наша профессиональная компетенция, поэтому мы вам в рамках своих компетенций хотим еще рассказать, что такое старение нормальное и патологическое, что происходит с организмом при этом. И отдельные наши мероприятия, они, конечно, будут направлены на обмен какими-то антиэйдж подходами и практиками. Нет, правильно. То, что вы не зожники, это ваше личное дело, но рекомендации будут такие, которые относятся, формально говоря, к зожу. Не обязательно. В общем, если вы придете на следующий баттл, там совсем другая будет тема. Хорошо, да, но просто вот мы начали с этого, то есть, вы начали с этого, а мы слушаем. Просто у вас будет рекомендация всем беременным женщинам, вот этого не делай, ходи там в сад какой-нибудь яблочный и там читай хорошую поэзию. То есть, веди спокойный образ жизни. Не ходи там, где могут тебя заразить какую-нибудь болезнь, ведущие тоже к гипоксии. Ходи, гуляй, ну и так далее. То есть, результат будет именно такой. Нет, это не от нас прозвучало. Извините, что я вас перебила. Как раз речь шла о том, что вот эти исследования должны найти подходы для того, чтобы корректировать то, что уже произошло. Этим закончила Екатерина Иосифовна, что сейчас они ищут маркет, уже когда пережила плод внутритровную гипоксию, как нам это корректировать. Мы разрабатываем медицинские подходы, подходы для медицины. Ну, я думаю, что немножко на ваши вопросы смогу ответить я, по крайней мере, буду ближе к таким понятиям. Вообще, зачем нужна старость? Почему все умирают? Почему все стареют по-разному? Одни быстро, другие очень медленно. Значит, что-то есть внутри нас, что может замедлить этот процесс? Вот что именно мы пытаемся понять, а когда мы поймем, что именно, мы придумаем, как на это подействовать и увеличить, то есть создать долгожительство, и такие работы ведутся. наша задача все-таки как физиологов, тем более физиологов, которые приближаются к молекулярному уровню, найти молекулярные генетические клеточные причины старения, а когда эти причины видны, то у нас уже есть готовый арсенал на них подействовать, но правда только пока в экспериментах. Но оптимистически надо смотреть, это дойдет до медицины, уже доходит. Простенькие процедуры, не фармакологические, я вам перечислил в конце своей лекции, там 6-7 пунктов, что делать с тем человеком, у которого было счастливое детство, но старость все равно его настигает. Как замедлить этот процесс? Ну, это будет сказано. Хорошо? Здравствуйте, меня зовут Михаил, у меня вопрос такой, в профессиональном спорте атлеты используют специальные маски, которые создают гипоксию, они в них тренируются, чтобы выносливость развивать. И вопрос такой, насколько это полезно для здоровья, для нервной системы, и насколько это применимо для обычного человека, например, погулять в этой маске часик-два? Спасибо вам огромное за этот замечательный вопрос. Однозначно, да, это работает. У нас даже есть много статей, обзоров про применение гипоксии в спорте. Мне очень жаль, что у нас очень хорошо применялось это в Советском Союзе, и потом эти традиции были утеряны, и сейчас только локально они применяются. Но дело в том, что есть разные формы гипоксии. Вот то, о чем вы сказали, скорее всего, это основано на принципах возвратного дыхания. То есть они в этот же мешок и выдыхают. И здесь не просто чистая гипоксия, здесь еще они выдыхают углекислый газ, который они потом же вдыхают тоже. То есть здесь так называемая гиперкапническая гипоксия. И это отдельная форма, которая тоже работает, но лично я такие подходы не люблю. Я 30 лет работаю с гипоксией, и я считаю, что гипоксия должна быть чистой, без гиперкапнии. Хотя я знаю, мои коллеги разрабатывают методики тоже с гиперкапнией, но там, на мой взгляд, больше рисков, негативных эффектов, потому что углекислый газ, он закисляет как бы внутреннюю среду организма, а ПАЖ организма очень важна, потому что она регулирует активность всех ферментов, которые в определенном диапазоне. И у вас, если закисляется внутренняя среда извне, у вас перестают работать одни ферменты и начинают работать другие, которые вам сейчас физиологически не нужны. Поэтому я рекомендую дыхание вот такое, когда это чисто, строго контролируемое, как в окситере, концентрация кислорода, и вот такой вот поток воздуха, который дает окситера вот этой газовой смеси 25 литров в минуту, он позволяет полностью удалять вот этот выдыхаемый углекислый газ, и он абсолютно не примешивается к эффектам самой гипоксии. Это очень важно. Но для спортсменов мы очень рекомендуем использовать гипоксические тренировки и всячески работаем здесь с просветительской деятельностью, консультируем, пишем обзоры, специальные статьи для этого. Потому что это повышает очень сильно выносливость спортсменов, особенно в циклических видах спорта. В сложных координационных это, может быть, не так работает, хотя когнитивные процессы тоже улучшаются очень сильно. Но на общую выносливость и резистентность организма это безусловно, особенно в профессиональном спорте, это очень многое может дать. Субтитры создавал DimaTorzok